Доброе утро! В эфире ваша любимая рубрика «Званый гость». И сегодня у нас не один гость, а целых два. О чем же они расскажут? Узнайте, оставайтесь с нами. Сегодня у нас в студии Галина Борисовна Шнайдер, директор гостиного двора «Золотой фазан», президент общественного объединения «Ожерелья зеленых практик» и Людмила Попова, организатор школы «Флекс Флай». Доброе утро, девушки! Доброе утро! Как утром, Галина Борисовна, Людмила, вы настолько рано встаете, насколько сегодня вам пришлось встать? Я практически всем задаю этот вопрос. По-разному бывает. По-разному. Привыкла. Тоже рано. К шести. Даже так. Знаете, мы такую статистику ведем, как все-таки Кустанай, как он рано просыпается. И реагирует, да. Шучу. Спрашиваю, потому что интересно, насколько проснулись и готовы к моим каверзным вопросам. Шучу. Готовы. Всегда готовы. Итак, в общем, сегодня вы появились в нашей студии не просто так, как я и говорила. Сегодня будем говорить об экологии. Сегодня день как раз такой, к этому располагает Всемирный день велосипеда. И Галина Борисовна, которая всегда открыта экспериментом. Вот скажите, кто не знает, что «Золотой фазан» открыт экспериментом? Ну, таких я знаю, что нет, да? Все знают. Галина Борисовна отважилась, или как сказать, приняла вызов, или как? Приняла. На очередной эксперимент. Вообще, ваш гостиный двор называют, или как это, вот, эко- и этнопарк Кустанайской области? Да. Ну, будем говорить так, что это изначально, в 2007 году, когда мы пришли на эту территорию, там в чистом поле ни кустика, ни деревца было, и стояло одно только здание. Вот. Но территория сама, она просто призывала к тому, чтобы вот эту тему экологии внедрить в полном ее объеме. Рядом Сосновый Бор, Старица реки Тобол, из чего мы в результате сделали водоем такой, как выяснилось, с голубой лечебной глиной. Даже так? Вот первый раз, Галина Борисовна, почему у вас везде не описано? Голубая лечебная глина. Да, и люди, которые у нас посещают нашу баню, не могут воспользоваться этой самой глиной в лечебных целях. Вот. То есть у нас есть по этому поводу реклама и так далее. Ну, и за 13 лет существования нашего золотого фазана, естественно, что мы эту идею эко сначала неосознанно, затем более осознанно стали воспринимать как объект именно эко. Ну, и, соответственно, этно, потому что такое джайляу, которое предполагает наличие юрт, возможности организации каких-то праздников, сабантуев, крупных каких-то мероприятий, которые могли бы действительно вблизи от города дать вот эту атмосферу и с одной стороны экологичную, с другой, такого этнического настроя. Ну, и, конечно, прежде всего, место, где демонстрируется, то есть демоплощадка, где, собственно говоря, мы это все пропагандируем и демонстрируем. Учитывая, что в 2016 году мы открыли общественное объединение «Жерелье зеленых практик», и в этом общественном объединении мы проводили уже несколько проектов и по пропаганде «Экспо-2017», и по пропаганде или по реализации проектов глобального экологического фонда. Вот у нас в прошлом году мы его завершили, двухгодичный проект раздавали дачникам, 20 дачников в четырех дачных обществах мы выдавали инновационное оборудование, так скажем, да, то есть все новое, хорошо забытое, старое. Капельный полив, гидрогель, укрывной материал, и задачей нашей было продемонстрировать за два года, что все эти внедрения, все эти инновации, они дают огромный экономический эффект, то есть потребление воды, экономия своего времени и прекрасный урожай, который и раньше созревает, и богаче выдает, так сказать, продукцию. Вот мы этот проект закончили, и по сути за вот этот период, как я уже сказала, 13 лет, с чистого поля, в которое мы пришли, мы высадили более тысячи деревьев, которые представляют наш регион, мы высадили в то же самое время и плодовые деревья, у нас теплицы, и в грунте мы выращиваем экологически чистую продукцию, перерабатываем ее, что-то засалываем, что-то варенье варим, что-то сушим, и в результате все это поступает на стол нашим гостям, то есть огурцы, помидоры, соленье, варенье, все это мы предлагаем на стол нашим гостям, и точно знаем, что это весьма экологично, никаких химических препаратов мы не используем. И, конечно, применяя при этом, при всем еще ВИА, альтернативные источники энергии, у нас солнечные панели китайского образца, у нас мини-подстанция из солнечных панелей 5-киловаттная, Астана Соляр, у нас ветрогенератор тоже роторный Болотова, тоже 5-киловаттный, и солнечные коллекторы наших казахстанских производителей Кунтех, солнечные коллекторы на 300 литров, которые обогревают наш коттедж двухэтажный, дают горячую воду, то есть все это применяется на объекте бизнеса, идет некая своеобразная коммерциализация инновационных технологий на объекте бизнеса, и почему это не демо-площадка, конечно, это демо-площадка, куда люди могут прийти, познакомиться, что, собственно, они и делают, то есть ко мне идут люди сейчас, особенно сейчас стала популярна и интересна эта тема, и ко мне обращаются и дачники, и которые хотят, чтобы у них тоже стояли солнечные панельки, и можно было их потом свернуть в чемоданчик и увезти, чтобы не было никаких потом у них проблем, да, то есть чтобы никто не забрал, не снял, не разорил их, так сказать, дачное гнездо и так далее. Вот то же самое ко мне приходит серьезная организация, интересуется, как можно применить вот эти самые, вот это самое ВИА технологии у себя на объекте, то есть это и коттеджи, это и серьезные организации, которые, в частности, недавно ко мне обращались с компанией, газовой компанией, с просьбой помочь вот тоже оснастить объект новые вот такими технологиями. То есть это вы у нас передовик, экологический такой, ну то есть вы у нас такой экологический ос, такой оазис и пример для всех-всех нас. Ну, пример не пример. Это рассадник экологии. Рассадник экологии, да. Учитывая, что, да, с 2002 года я все время мечтала об этих вещах, теперь я их применяю. Прошли годы называется, да. Вы воплощаете свои мечты. Да, 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 воплощаю. Поэтому у вас все так хорошо получается, Галина Борисовна. Бывает по-разному, но в основном получается. Кто ищет, тот всегда найдет. Галина Борисовна, ну, я и теперь не удивляюсь, почему Людмила пришла именно к вам со своей затеей, да, со своей идеей. Да, да, да. Когда это произошло, Галина Борисовна, Людмила, и с какой целью? Лучше люди расскажут об этом. Давайте. На самом деле, это для меня стало лозунгом «Мечты сбываются». Потому что я создатель организации FlexFly, иностранные языки. Но я подумала, что английский язык – это замечательно. Нужно внедрить что-то новое. И подумала, почему бы не экология. Замечательная идея, но лекции – это хорошо, практика лучше всего. Вспомнила, что в прошлом году мне повезло побывать на территории Золотого Фазуна и познакомиться с Галиной Борисовной. И я поняла, насколько Галина Борисовна может помочь всему городу и даже области вместе с Золотым Фазуном дать новый старт для экологии города и вообще всей области. И для того, чтобы молодцы молодежь и, конечно, уже другие возрастные категории понимали, что на самом деле это серьезная тема. Что она нам даст? Какие проекты можно создавать? Для чего это нужно? И мы пытаемся сейчас дать понять людям, что с малых лет мы должны прививать эту культуру нашим детям. И это будет не только экопарк, но и этнопарк. Потому что люди потихоньку забывают себя, свои корни. Мы пытаемся это все возродить, дать новую жизнь, а также дать новую жизнь старым вещам. Как говорится, вторсырье в новое дело. Поэтому идея названия пришла к нам с моими ребятами. А название? Эко-возрождение. Эко-возрождение. Это называется тот проект, с которым вы пришли к Галине Борисовне. Правильно я поняла? Да. Ну, сейчас я немножко поправлю. Значит, в прошлом году ко мне пришла группа эко-активистов, в числе которых была и Людмила. И вот они прониклись тем, что увидели. И в этом году созрели прийти ко мне с предложением, как они сказали, о коллаборации. То есть я поинтересовалась, что такое коллаборация. Мне пояснили, что это старое, заветное слово сотрудничества. Да. И я подумала, почему нет. Я всегда рада. Особенно молодым новым силам. Вот. И после того, как мы пообщались, мы приняли решение, что у нас очень много возможностей на моей территории, на нашей вот этой территории Золотого Фазана или, как мы говорим, экоэтнопарка. Или еще как под общественным объединением у нас есть центр распространения знаний. То есть все очень сходится. Вот. Мы решили, что сотрудничество возможно. И первым шагом к этому сотрудничеству мы решили провести конкурс. Конкурс эко-возрождения, как ребята его назвали. А по сути это вторая жизнь вещей. То есть на территории, огромной территории, трех гектаров около водоема, где у меня стоят юрты и, в общем, площадка детская, футбольное поле и так далее, там прекрасно разместился бы эко-парк, где мы попытались бы дать возможность творческим, креативным людям реализовать свои идеи, арт-объекты из старых, использованных уже вещей. И это было бы очень здорово, потому что будет куда сходить в гости, так сказать, родителям и детям, посмотреть, как все это прекрасно, здорово может быть. Ну и дать возможность этим самым креативным людям проявиться, показать, что они у нас есть в городе, что можно сделать из старых вещей. И вот это пропаганда эко, самое что ни на есть, настоящее. Так, я поняла, Мила. Вы предлагаете всем жителям нашего города, области, поучаствовать в конкурсе. Именно объединить свои силы. Вот на этой ноте мы сейчас, вы берете пока ручки бумаги, бумагу, чтобы записать, или либо гаджеты записать контакты, которые, поверьте, вам понадобятся. Мы продолжаем разговор об экологии с директором гостиного двора «Золотой фазан» Галиной Борисовной Шнайдер и организатором школы «Флексфлай» Людмилой Поповой. Кто только что к нам присоединился, рассказывать вот все, что было, не буду. Вот самое интересное будет сейчас. Ну, для тех, кто у нас азартен и креативен. Люда, ну, рассказывай, что за конкурс, каковы условия, ну и каковы призы, будут ли они? Итак, мы даем старт замечательному эко-конкурсу под названием «Эко-возрождение». Мы ждем с нетерпением самых творческих, самых ярких, самых успешных людей, которые хотят показать себя всему городу, а, возможно, и всему миру через интернет. И даем мы старт сегодняшнего дня. На протяжении этой недели мы ждем ваши заявки, регистрируемся по номеру, все вопросы задаем мне, я все объясню, расскажу, встретим, пригласим, встретим, расскажем, покажем территорию, где нужно работать, что нужно делать. И, конечно же, без призов никак. У нас замечательные призы. Первое место 100 тысяч, второе место 50 тысяч, и третье место 30 тысяч. И пока это в тенге? Конечно. Да, ну а потом, знаете, вот увидят вашу фигуру, да, какая-нибудь будет грандиозная, тогда, может быть, уже есть 100 тысяч долларов, да, Галина Борисовна, там недалеко до 100 тысяч долларов? Безусловно, да, спонсор на взлете. Именно, на самом деле, этот конкурс даст не просто материальные ценности, но также еще и моральные ценности, которые помогут себя показать, развить, рассказать о себе. Но одно другому не мешает. Конечно, конечно. Каждому творческому человеку хочется какое-то вознаграждение. Именно. Каждый труд должен быть оплачен. И вот как раз сейчас телефон, контактный номер Людмилы на ваших экранах. Звоните те, в общем, те люди, которые креативны, которые умеют делать что-то своими руками или хоть давно мечтали, но никак и не решали. Сейчас хороший такой стимул. Звоните по этому номеру и узнавайте все подробности участия в конкурсе, который организовывает гостиный двор «Золотой фазан». Призы, я считаю, достойные. Ну и знаю, что у нас, Галия Борисовна, сколько встречаемся, у нас очень много талантливых людей. Ждет вас «Золотой фазан» и, конечно же, опять же, это помощь экологии. Будем говорить так, что это не «Золотой фазан» ждет, а «Эко- и этнопарк Кустанайской области». Этого ждет, потому что парк должен быть с арт-объектами интересными, насыщен. Поэтому вот этот формат проекта, конкурса, он как раз будет интересен людям творческим, безусловно, креативным. Да, но он даст действительно возможность эстетическую и экологичную вот как раз людям, которые придут в этот парк. А учитывая, что мы его заявляем как объект, эко-этнопарк, как объект Кустанайской области, парк Кустанайской области, я думаю, что он достоин того, чтобы интересные, креативные люди вложили свой ум, талант и творчество вот в эти объекты. Интересные арт-объекты из вторсырья, по-простому говоря. То есть из всего, что подручено? Ну, что подручено. Тем более, что и я могу предложить, у меня за 13 лет скопилось очень много интересного вторсырья, которого выбросить жалко, а из него что-то интересное можно сделать, поэтому, как говорится, даже будет материал с чем работать. В общем, теперь вы не гостиный двор, вы эко-этнопарк Золотой Фазан. Почему говорю Золотой Фазан? Вот Золотой Фазан знают все, вот правда. Кого не спроси, Золотой Фазан. Кустанайская область. Эко-этнопарк Кустанайская область. То есть это просто НПОшный такой, как говорится, проект, потому что там сама территория призывает к тому, чтобы сделать эко и этно. А сколько времени дается, Людмила, на то, чтобы, я так понимаю, в течение недели должны люди креативные, которые хотят поучаствовать, хотят выиграть, они должны в течение недели свои заявки прислать. А сколько по времени они должны свою скульптуру, свое творение делать? Плюс еще две недели. Общее количество дней для реализации три недели. Получается, в общем, три недели будет фокус продлиться. Но если вот кто-то на один денек опоздает, ничего страшного. Я думаю, что вы будете снисходить. Поэтому мы не говорим сейчас о том, что это будет там с 4 по, скажем, 25 число, образно говоря. А это будут примерные даты, потому что от того, кто откликнется и у кого будут желания реализовать свои идеи, это будут уже тоже зависеть и сроки. Хотя лето короткое у нас всегда и тоже очень дивное. Мы находимся в зоне такой немножко от жары до холода. У нас может быть там 15 минут, да? Вот поэтому хочется, конечно, пооперативнее этот проект реализовать. Но если будут какие-то там пролонгации, возражений нет. Галина Борисовна, вот вы сейчас только что сказали, действительно, короткое лето. И как вы понимаете, да, что после вот такого вот сложного года, карантина, конечно же, сейчас все хотят отдохнуть. Но отдохнуть не так много возможностей, да? Границы у нас еще многие закрыты. И я уверена, Галина Борисовна, что Золотой Фазан что-нибудь интересненько приготовил для наших кустанальцев для отдыха этим летом. Расскажите, есть ли какие-то планы у вас? Ну, будем говорить так, что мы предполагаем обстоятельства, когда, как говорится, располагают или не располагают, да? То есть в прошлый год не расположили загадывать вдаль. Ну, планы все настроены. Ну, настрой есть, конечно, то есть, как бы, пережили мы, значит, и разные периоды истории, поэтому всегда старались в эти разные периоды истории оставаться, как говорится, на плаву, и не только на плаву, а быть немножечко, так сказать, впереди, бежать немножечко обстоятельства, ситуации. Ну, что можем сказать по поводу, значит, ну, как обычно, что мы предлагаем? У нас есть территория, на которой можно и в летниках посидеть, и на территории погулять. И вот, как я уже сказала, есть возможности. Кстати, у нас немножечко спад воды произошел, но это уже два года как. Старица Табула у нас, водоем наш, и в Табуле ушла вода, и мы тоже немножечко. Но зато у нас есть рыбка, славная рыбка-карасик, которая плавает в нашем водоеме, и там можно порыбачить. Вот, также можно снять домики со своими продуктами, провести какое-то время на свежем воздухе, да? Вот. И еще самое главное, о чем я хотела бы сказать, это, конечно, планы и мечты. Без них никак, а планы такие. Третий год у нас с нами сотрудничает детская, юношеская спортивная школа номер 3. Они у нас в течение трех лет на нашей территории тренируются, снимают помещения. Вот. И у нас есть планы, мы, по крайней мере, обсуждали их с управлением спорта. Прекрасное место и возможность сделать биатлонную трассу. Поскольку у нас там карьеры, да, то есть естественные такие спуски, подъемы для лыжно-роллерщиков, прекрасная возможность, а еще более прекрасная возможность перспективы области, и даже стать изюминкой, сделать, если биатлонную трассу там. То есть когда-то там постреливали у нас, значит, в карьере там. И я думаю, что это было бы тоже здорово для развития области, да, спортивная. И вот недавно у нас прошли соревнования республиканские по вело- и мотоспорту. Прекрасно, значит, они у нас были реализованы, проведены. И трасса очень, который год уже проводят на нашей этой территории, трасса очень нравится, подходящая для спортсменов. Именно вот даже не только нашего местного, но и республиканского соревнования. Поэтому мы смотрим еще в этом плане развитие, собственно, своей территории. То есть эко- и этнопарк требуют своего развития. Мы сотрудничать готовы со многими и многими, в том числе молодыми и разными, собственно говоря, людьми. Но идея у нас была такая, чтобы на территории вот этой нашей эко-этнопарка создать бизнес-инкубатор. Бизнес-инкубатор, куда могли бы люди, которые хотят начать свой бизнес, зарабатывать на этом деньги. Я предоставляю свою территорию, чтобы мы могли эко-проект реализовывать, значит, на моем объекте. Учитывая, что где-то седьмой год мы уже сотрудничаем с ребятами, которые делают нам зимние забавы. Это тюбинги-бананы, вот лыжи-коньки мы предлагаем, тюбинги-бананы предлагают они. И весь город, в общем-то, пользуется этой радостью зимней. И то же самое мы можем предложить креативным молодым людям, используя инструменты государственной поддержки, дорожную карту бизнеса, дому, фонд финансовой поддержки, грантовое финансирование, с тем, чтобы прийти и сделать, например, парк аттракционов на нашей территории, который очень и очень был бы востребован. А если мы проведем этот конкурс «Вторая жизнь вещей», так называемый, или «Эко-возрождение», и у нас будет интересная парковая зона с арт-объектами, то я думаю, что это место будет привлекательным не только зимой, но еще и весной, летом и осенью. Галина Борисовна, Людмила, я вам желаю удачи в вашем назначенании. Я думаю, что у вас будет много и множество заявок. Пускай все пройдет гладко, пускай, как говорится, окупится, старится, и чтобы у вас появилось, благодаря тому наплыву креативных людей, появилось и дальше вдохновение, стимул двигаться дальше к вашей цели. Да, и энергия тоже. Спасибо вам огромное, спасибо, что это утро были вместе с нами. Напомню, сегодня у нас в гостях Галина Борисовна Шнайдер, директор гостиного двора «Золотой фазан», президент общественного объединения «Ожерелья зеленых практик» и Людмила Попова, организатор школы «Флекс Флай». Мы прощаемся с нашими чудесными девушками, которые у нас за борьбу, борьбу с... За экологию? За экологию, да. Не за борьбу, а за экологию. В общем, мы с ними прощаемся, а наша программа «Разбудильник» продолжается.